И вы знаете, мне сегодня хочется поговорить с вами о том, что мы все строим. Мы все с вами строители. Ну вот, как сказал Павел, очень интересно, каждый смотри, как строит. Вот я прочитаю 1 Коринфянам 3.10, говорится так. Я поданной мне благодати от Бога. Как мудрый строитель положил основание. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Каждая рожденная церковь имеет одно основание. Это камень, Иисус Христос. На другом основании церковь христианская просто не может строиться. Это основание. Но для того, чтобы церковь начала строиться, должен быть кто-то, который положит это основание. Поэтому Павел сказал, я положил основание. Но основание – это Иисус Христос. А дальше начинается строительство. Я чуть обширнее прочитаю это же самое место. 1 Коринфянам 3.9.15 Ибо мы – соработники у Бога. Мы все. И вы – Божья Нива. Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Но послушайте дальше. Строит ли кто на этом основании золото, из серебра, из драгоценных камней, дерева, сено, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет. Потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого. Каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть идет речь о строителях. Те, которые строят. Не сказано, что будут отвержены. Нет, но потерпят урон. И Павел очень интересную мысль говорит в этих стихах. Он показывает, что даже у правильно положенного основания все-таки есть строители, которые строят, признавая разный материал. Что такое материал? Это база знаний. База имеющего материала. Это знания. Кто какие знания имеет. Это база понимания, как я понимаю Писание. Как трактую. И вот так люди строят церкви на основании своего понимания. Но именно от того, как ты понимаешь, от базы твоих знаний зависит вера. Поэтому можно смело сказать, что каждый строит своей верой. Как он верит, во что верит, как понимает. Но при всех церквях лежит одно основание. Поэтому такое разнообразие церквей и пониманий. И поэтому церкви так отличаются одна от другой. Хотя основание одно. Просто материал разный. Из которого строят строители, разный. Посмотрите, как Матфея написано. 5, 18, 19. Иисус сказал. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, то есть не пройдут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, не пройдет из закона. Пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, мы видим, что материал — это, оказывается, знание закона Божьего. Это понимание Писания, как кому открылось, как Он исполняет, как учит других, как наставляет других. и друг друга. Я не буду говорить о том, что если человек специально нарушает, специально искажает, они вообще даже, я не верю, что они попадут когда-нибудь на небо. Я говорю о тех, которые нарушают, потому что так понимают. из-за недостатка ведения. Из-за недостатка ведения, оказывается, можно не так строить, ни из того материала. То, чего ты достиг. Как ты понимаешь, как ты познал, твоя вера начинает так строить. Насколько ты постиг истину, и ты стоишь на этом, и не хочешь даже двигаться больше. Вот это истина, и все. Иисус, это истина. Он сказал, я есть истина. Поэтому мне так дороги слова Павла, когда он говорит, что он еще не постиг Иисуса, так, как хотел бы. Он хочет постигать, он хочет глубины познавать, так, как он познан Господом. Если Павел, имеющий избыток откровений, изобилия, мог так сказать, то как можно останавливаться на чем-то и не двигаться в познаниях? Как хорошо сказал Павел Филипписам 3, 12-14, что он говорит так не потому, что я уже достиг или усовершился? Стремлюсь, понимаете, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус, я очень хочу, чтобы в церкви была такая жажда достигать Иисуса, так, как он достиг вас. Я вам много раз говорил, как он нас достиг, он нас знает в совершенстве. Он знает движение наших мыслей, настроение, желание, помышление, намерение. Все знает абсолютно. Кто из вас может сказать, что он вот так знает Господа? Пусть поднимет руку и скажет, я знаю абсолютно, совершенно его намерение, его желание, его помышление. А как же ему угождать, если мы не знаем его желание, намерение, как двигаться? Значит, надо двигаться в том, чтобы познавать его. Правда? Эти слова не только касаются тех, которые стоят во главе церкви, вот их это касается. Нет. Мы все строители, понимаете, мы все выстраиваем храм. Я прочитаю вам, к Ефесянму 2, 19, 22, говорится. Итак, вы уже не чужие. И не пришельцы, но сограждане святым. И как мне нравятся эти слова. Свои Богу. Вы представляете? Вы свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, тройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Вы думаете, вот это вот здание, вот стены на Иисусе Христе стоят. Вы думаете, что это здание, эти стены стоят на Иисус Христе? Нет. Это мы храм. Мы храм. Понимаете? Мы храм. И все зависит от того, как мы себя устроим в этот храм великий. И все зависит от того, как мы строим себя в этом храме. Для чего? Для Духа Божьего. Для чего? Для Духа Божьего. Когда этот храм будет выстроен настолько, что Дух Божий захочет здесь в силе пребывать. Он появится. Он просто нас заполнит. Помните, когда Соломон, извините, построил храм и посвятил его Богу? То облако присутствие Бога сошло настолько, что священники не могли стоять. Почему? Потому что было готово, выстроено и посвящено. Вот мы сейчас выстраиваем Богу храм. Каждый как кирпич, понимаете? Как блок какой-то. Но представляете, если строим из соломы, из сена, не хотелось бы такой храм посвящать Богу, который может от маленького дуновения ветерка развеяться. Или же кто-то может его поджечь и ничего не останется. Если продолжать мысли Павла о том устроении церкви, то Павел говорит, что мы все как бы должны являть этот образ Христа. Мы все обязаны быть хорошим храмом, монолитным. Мы все ответственны. Как он говорит, 1 Коринфлям 3,16-17, разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас, не знаете? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. если кто-то разорит храм Божий, покарает Бог, почему он свят, а храм Божий вы. Вот как мы должны строить храм для Бога? Все вместе, чтобы Дух Святой пребывал. и каждый ответственный, каждый, понимаете? Не должно быть такой камуши, который труха, положил его, а он рассыпался. Вот почему народ объединяется по своим понятиям и интересам. и строит разные-разные построения, вроде как храмы. Собирается по интересам, что у них есть, какой материал. Вот у меня солома, у вас солома, мы собрались и соломы строим. кто-то из дерева, и вот у тебя дерево, у меня дерево, мы собрались и строим из дерева, потому что у нас такое понятие, что надо вот так строить. И разделяются на разные церкви, на разные общины, потому что каждого привлекает то, с чем у него есть согласие. что ему кажется близким по его понятию. То есть всех объединяет что? Наличие материала строительного, его свойства, его состав, из чего он строит. А основание у всех одно. И так каждый смотри, как ты строишь. И в каждый материал это богатство твоих знаний. И только постоянное стремление вперед, поиски, углубления достигает истины, достигает Христа. Такой человек уже строит из того материала, который драгоценен. Который не боится огня, он огнеустойчив, потому что огонь — это Дух Святой. Сойдет Дух Святой и сгорит, если основание есть, а построено неправильно. Павел предупреждает, что есть разный материал. Золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома. Он говорит, это к церкви. Это не к миру, это к церкви, понимаете? Солото, серебро, драгоценные камни, дерево, солома, сено. Это уровни познания, на которых строят люди, из которых строят и утверждают свое, и верят в свое, потому что не ищут. И каждый уверен, что у него хороший материал. Только те, которые двигаются как Павел, забывая заднее, простираясь вперед, они двигаются и все время познают новое и новое. На кого в голову не приходит начинать искать, кто думает, что уже все нашел и определил. может оказаться под конец, что не из того строил. Понимаете, поэтому очень важно пересматривать себя. Нужно двигаться как Павел, все время в глубину достигать. вы знаете, есть легкое учение сено и солома. Подумайте сами, что на поверхности можно обнаружить. Сено, солому, дерево, это все на поверхности. Особенно копать не надо. Не нужно достигать каких-то глубин. прочитал, все ясно, понятно. Что вы тут мудрствуете, все ясно, понятно. Золото, драгоценные камни, серебро на улице валяется? В поле найдете? А, надо копать. Надо глубоко копать. Еще надо знать места, где копать. Это добывается. Вы думаете, просто так сказал об этом Павел? Нет. Он показал, что это добывается. Это не на поверхности. Это не поверхностное Евангелие. Это не поверхностное знание. Это глубокие знания. это углубление. Это поиск, это посвященная жизнь. На протяжении того, что ты копаешь, ты добываешь вот это золото, серебро, драгоценные камни. как Павел однажды сказал Фест, римский прокуратор, мудрствуешь. Большая ученость тебя до этого довела. Павел говорит, да, душевный человек не понимает. Он почитает это за безумие. Безумствуешь ты, Павел, когда пытаешься сказать истину, глубокую истину, ты можешь услышать, безумствуешь. что тебе это надо? Вот Иисус Христус распят, вот крест. Что там копать? Все понятно. Да, но как хорошо сказал Иисус, что если немножечко только выучите, только немножечко исполните, малейшими наречусь. Но если исполните, исполните, как можно исполнить, если ты не знаешь? Предупреждений много. Смотри каждый, как строишь. Из чего строишь? Из какого материала? Посмотрите каждый на себя, из чего мы строим, из чего каждый строит. Вы знаете, бывает такое вперемешку, один несет драгоценный камень, другой соломы подкладывает. И такое бывает. Но хотелось бы, чтобы все было из драгоценных камней, все из золота, все серебра, чтобы все здание стройно стояло, крепко. Но кто видит в этом нужду? Тот, кто ценит золото, тот, кто ценит серебро, драгоценные камни. А для кого из сена оказалось серебром? Солома, как золото. Драгоценные камни, это для него, как дерево. Он не видит разницы. к чему же будет стремиться, когда нет разницы в глазах? А когда нет разницы? Я вам скажу, когда нет вкуса у человека. Все таки нужен вкус, у духовного человека есть вкус. Кто вкусил небеса, кто вкусил Слово Божье, кто испытал какой-то вкусный хлеб, какой вкусный небесный. Помните, как говорили израильтяне, надоел этот небесный хлеб, да, манна это? Уже из ушей лезет. Они не оценили, что это Библия одно и то же, одно и то же. Что можно читать всю жизнь? Они не оценили, они решили, что уже все, все знают, потому что несколько раз прочитали. Они не поняли этот вкус небесной манны, которая, когда вкушаешь, она преломляется внутри тебя. Ты не можешь насытиться. Тебе хочется еще и еще, глубже и глубже, потому что чем глубже, тем она вкуснее. И чем больше ты копаешь, тем еще вкуснее. Это не обыкновенный хлеб. Он каждому преломляется по вкусу и ценит тот, который ищет. Вы думаете, почему Господь сказал, что разделится на пять мудрых, пять неразумных? Неразумные не искали. Что они уже нашли, вот светильники уже есть. Что еще бегать за этим маслом? А разумные все время подливали, искали еще масло, еще масло, запасались, запасались. Мы очень интересное время живем. Неожиданно оно пришло, правда? А кто знает, что еще неожиданно придет? Если нет запаса масла, что будем делать? что такое? Вера, нету запаса. Нечем, веры не хватает. Светильники не будут гореть без веры. Мы много раз говорили, что без любви не будут гореть, это истина. Но еще и без веры не будут гореть. Погаси веру в человеке и все. и светильник погасший вокруг интересно. Верой можно двигаться. А вера основывается на знании. У кого глубокие знания, у того высокая вера, тот верой двигается, потому что он знает глубину. поэтому Господь нас призывает в свои глубины. Не скользить по поверхности, а в глубины заходить. Не ножки мочить, по бережку бегать, потому что это безопасно. Заходите в глубину, чтобы плыть. погрузитесь в Духа Божьего. Погрузитесь в Его Слово. Мне так хочется, чтобы все познавали глубины и были жадными для этого, жаждущими для этого. Ищите драгоценности, потому что они зарыты в Писании. И когда вы наполняетесь этими драгоценностями, вы начинаете ими строить. Устрояйте из того, что выстоит всякий огонь. Всякий огонь испытаний поможет только глубина. Поверьте, поверхностное знание, оно быстренько сгорает в испытаниях. Они даже не могут различить времени, в каком находимся. Могут верить лжи, которые будут распространять и уже полно распространяют. Только глубина и знает истину. Только глубина. Из глубины доставайте драгоценности. Вы посмотрите, как сказано, каждого дела обнаружится. Представляете, как будет обидно. Жил, вроде строил, вроде был собой да болен. Испытает Бог огнем. Как ты не ожидаешь и когда не ожидаешь. испытает то, как ты строишь. Как ты строишь свою жизнь во Христе. Какой ты верующий. Как ты знаешь, насколько ты знаешь Бога. Огонь испытает каждого дела. Бога. Этот день написано, когда придет огонь. Этот день покажет. Потому что в огне открывается. И огонь испытывает дело каждого. Как оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит. тот получит награду. А у кого дело не устоит, а сгорит, потерпит урон. Впрочем, одно утешение спасется. Как бы из огня. Вот это все понимая, Павел стремился к Высшему. И к Высшему Званию во Христе Иисусе. И к Высшему Познанию Господа. Никогда не останавливался. Потому что он хотел познавать. И я вас призываю к познаниям. Потому что, как сказано, народ мой гибнет из-за чего? Недостатковедение. Да не будет среди нас недостатка ведения. Если не захотите, закройте ушки, конечно. Но если хотите, тут будет достаток ведения. Потому что мы копаем, достаем драгоценности. Я хочу строить из драгоценных камней. знаете, я подумала, какой красивый в духовной сфере, как бы выглядело красиво то, что построил Павел. Его храм из драгоценных камней, из золота и серебра, как он во глазах Господа, его построение прекрасно. как хочется, чтобы вот так Господь видел, как мы строим и любовался нами. Даже мирская сказка у нас есть про трех поросят. Помните, ниф-ниф, наф-наф и ноф-ноф. Один строил из соломы, другой из веток, а один основатель. Почему не ленился? Эти все песенки пели как весело, хорошо. А тот строил. Они его не понимали, они над ним смеялись. Что вы такой серьезный? Столько радости вокруг. Давайте веселиться. не напоминает вам ничего. Последнее время я все сказки вижу через Писание. Я вижу, что все сказки взяты как притчи для нас. Вот не хотелось бы нам быть ниф-нифом и наф-нафом. Давайте строить основательно. Филиппинцам 3.15 написано. Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Это желание Павла. Но уже сейчас каждый смотри, как строишь. Из какого материала. Я вас благословляю, мои дорогие. Павл